снова я на лыжах как видите здесь раньше была лыжня сейчас его присыпала я так понимаю на данном участке наверное только охотники иногда ходят вот видите четко видно свежий след не лыжные то есть кто-то здесь шелк из человеческих и свернул причем шелк скорее всего уже сегодня даже может быть сейчас где-нибудь и пересечь пересечемся но я думаю это охотники данные лыжи у меня прослужили порядка десяти двенадцати лет где-то так и только на днях они у меня дали небольшой сбой вернее даже не сами лыжи крепление короче поломалась и я опять же повторюсь первый раз жизни сам на лыжи ставил крепление самостоятельно в одном участке чуть-чуть кривовато сделал ну где пятка прикручивается но на мои выходы это никоим образом не влияет в общем радости полные штаны но здесь видите вот следы люди ходили охотники и прямо истоптано буквально все по полной программе поэтому сегодня у меня выход можно считать такой пробных испытываю новое крепление если получится километров 15 пройдусь но таким легким очень ходом без напрягов чтобы посмотреть как ведут себя лыжи но в лесу вы видите как в лесу зимний лес это непередаваемая красота и думаю сегодня кадр интересные еще будут еще по этому участку пошел по той причине что здесь видите вот охотники прошли но лыжни здесь в принципе не бывает здесь хожу я ну еще пару человек иногда но как правило основная масса людей данный участок объезжает и здесь можно пройтись по зимнему лесу в таком в относительном одиночестве это радует вот смотрю след все идет думаю человеку тяжело отошлось потому что снег в принципе проваливается нас то нет и топать по себе знаю в такому снегу то еще удовольствие единственно не пойму через каждые 10-30 метров вот видите вот он шел вслед и вот такое ответвление идет как дугой причем всегда в левую сторону для чего сделано так не понимаю вот видите вот она раз прям вам дальше прямо идет вот снова видите шел прямо раз опять такой поворотик пока не понимаю вселенского смысла данного действия но оно есть а здесь наоборот влево видите вот она тропинка идет дорожка вот он он раз дугой влево влево в право вернее взял там влево было тут вправо я чуть заговариваюсь маленько так что такие наблюдения след чей-то идет вот рядышком параллельно наверное лисица погода сегодня мягкая мягкая где-то минус 3 минус 4 градуса вот так вообще шикарно вот видите снова он шел прямо в том раз и вот вправо опять свернул тут что-то видно постоял посмотрел и потопал дальше красиво тихо и пока никого нет но не трогать до тех пор пока не выйду сейчас на общественную лыжню там конечно люди будут нужно будет километрика на три куда-нибудь удалиться чтобы снова побыть наедине с лесом как-то так сейчас произвел тестирование спички туриста которую сделал посмотрев некоторые форумы ну и немножко своего туда так сказать привод добавил ну и замечу что данная спичка как она работает горит мне понравилось больше всего вот из того что я делал горение долгое пламя большое и достаточно сопротивляется ветру единственный момент что в процессе разгорания но требуется некоторая аккуратность а так в остальном вообще класс просто супер ну и все я сейчас вот ночью здесь выйду на общую лыжню и там уже потихонечку пройдусь легким шагом испытывая свои новое крепление свое лес конечно нечто невообразимое и радует то повторюсь что вот идешь можно спокойно порассуждать поговорить нет ненужных нежеланных слушателей и зрителей это прям радует на следы все идут кто-то отчаянно охотился и постоянно делают такие отступления от тропы и то вправо в то влево вот такие вот загадка для меня вот снова видите в другую сторону отошел кто знает говорите что это такое в чем тайный смысл данных отступление от центра красиво все зачет вот тут там чуть подальше у меня стоит лизунец вот ориентир вот эта береза вот упавшая ствол но туда сейчас не пойду потому что и тут вот след виден я так предполагаю наверное может туда и ходили уже кто-то смотреть по моим следам но пусть пока лизунец там стоит настаивается так скажем и пусть лес и зверь к нему привыкает вот моя лыжня я вижу что в принципе никто туда не ходил эти не затоптаны ничего поэтому поэтому я туда не пойду сейчас пусть все пока адаптируется увидел сейчас там лыжники прошли она и понятно там общественная лыжня пока все получается супер и все радует а главное сама природа она вселяет какую-то радость говорил об этом говорю и пока смогу буду говорить ну что такие картинки нет ничего краше мне кажется в этом и заключается туризм потому что можно пройти сотни километров оглянуться и не понять что ты их прошел а можно и 500 метров прогуляться в лесу столько всего увидеть что эмоций хватит не знаю на сколько времени я вот сторонник второго варианта хотя люблю походить подхожу к логову к точке меня обогнали уже несколько человек но я это воспринимаю нормально потому что неоднократно уже говорил что на лыжах я ходить не умею хотя и хожу на них уже в лес лет десять так вот положение по лыжне немножко передвигаюсь но нормальной техники у меня нет ну это раз а два у меня лыжи с насечкой мне так проще и удобнее когда отталкиваешься как говорится выходы делаю не на рекорд а для себя и как-то уже говорил я раньше двух-трех километров не мог пройти вернее мог но задыхался ужасно сейчас вот мой предпоследний выход был где-то километров 18-20 будет так конечно устал чуть не упал там все но организм держит но прикольно наблюдать ты идешь устаешь все тебя раз обгоняют причем так лихо эта техника это мастерство и тренировки просто так ничего не бывает как говорится есть к чему стремится пока все супер ребята вы не видите эту спину это владимир анатольевич всем кто его знает а его знает наверное вся россия особенно водники байдар очники вот всех он поздравляет с новым годом наступившим и мы опять по традиции поселке то встретиться не судьба мы как обычно на лыжне пересекаемся вот делаем кружочек отдыхаем вспоминаем хорошие моменты и радуемся путь продолжается ребят почти концу подходит лыжная прогулка и вот здесь участок когда-то показывал я сюда хочу прийти весной и в этом леску полазить по весне что здесь прикольного здесь в глубине если углубиться вот про лесок там много сухих деревьев вот даже наверное на камеру видно там вот вон стоит а где сухие деревья там для птиц столовая и вот зимой весной на таких местах можно увидеть кучу как вот дятлы выдалбливают кору сердцевину и вокруг деревьев нам буквально такие белые кучки валяются надеюсь весной сюда смотаюсь как-нибудь покажу благо что это место находится недалеко от поселка можно прям вообще супер пройти вот так вот ребята вот этот кадр за ним надо гоняться не один год чтобы увидеть владея раторич упал это кадр редкий кричать прикольно да класс но вот друзья сегодняшняя лыжная прогулка подошла к концу километраж составил примерно километров наверное 14 будет так 15 может в принципе то что и планировалось ну и по результату главное испробовал крепление нога сидит достаточно удобно как мне показалось даже удобнее чем было в прошлый раз с теми креплениями со старыми с прежними возможно только кажется но такое вот впечатление погода хорошая за что как я обычно говорю спасибо природе что предоставил такую возможность прогуляться сейчас срывается легкий снежок это видно деревья все стоят заснеженные тест спички туриста сегодня тоже провел удачно встретился снова замечательным человеком с владимиром анатольевичем вместе с ним прошли сегодняшний путь на лыжах все удалось но естественно немножко пофоткал хотя сегодня мало фотографировал потому что основная задача была просто походить на лыжах и полюбоваться лесом бывает такое вот ведь как красиво вообще впереди шумит трасса и это уже выход вам спасибо огромное всем тем кто смотрит кто комментирует мне это вдвойне приятно если вам нравятся мои вылазки то как я снимаю что показываю и такой формат вам всем друзья удачи всех благ всего хорошего здоровья и чтобы у вас было все то чего вы сами себе желаете пока